С вами на связи Сургут. Коллеги, доброе утро. Меня видно, слышно. Напишите кто-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте сегодня поговорим о подготовке к разделу чтения УГ по английскому языку учащихся восьмых и девятых классов. Почему именно восьмых и девятых классах? Да потому что именно в этом возрасте, именно в этих классах происходит основная подготовка к экзамену, такая целенаправленная подготовка. Некоторые начинают ее именно в девятом классе, некоторые, наоборот, уже понемножку начинают готовиться в седьмом. Но все-таки основная именно подготовка идет именно в восьмом и девятом классе. Вот, говорят, что все видно и слышно хорошо. Итак, ну что ж, давайте начнем. Раз все видно, раз слышно, все с нами на связи. Давайте, как говорится, поехали. Итак, нормативные документы. Это именно те документы, на которые мы с вами опираемся при подготовке к экзамену. В первую очередь, это кодификатор УГ. Его очень часто недооценивают. Вот давайте спросим вас, вот вы каждый год смотрите в кодификатор УГ или нет? Итак, коллеги, вы каждый год просматриваете новый кодификатор УГ, читаете его, ориентируетесь по нему. Да, он лежит на ФИПе. Нет, не всегда. Елена пишет обязательно. Да, да. Не всегда. Вера Шелько, конечно. Эльвира, нет, не каждый год. Ирина Ефремова, да. Вот в основном коллеги пишут, что да, и это правильно, поскольку... Вот, Марин пишет, стараемся. Это правильно, поскольку в кодификаторе он более широкий и прописано то, каким может быть экзамен, потому что его всегда могут немного изменить. Хорошо. А в спецификацию УГ смотрим или нет? Потому что есть некоторые, которые только в демоверсию заглядывают. Спецификация тоже очень важный момент. И всегда можно найти, и там очень много полезного. Вот пишут, обязательно. Смотрим все. Наконец, дали интернет. Доброго всему трассу. Слава Несима к нам присоединилась. Елена, да. Ну и, конечно же, мы, понятное дело, смотрим демоверсию УГ. На самом деле, во все эти документы стоит смотреть. И несмотря на то, что они достаточно бывают сложно читаемые, но, тем не менее, там можно найти всегда очень много полезного и понять, к чему стоит готовить своих учащихся, чтобы они не оказались в неожиданной ситуации. Итак, цели обучения чтению реализуются в процессе достижения учащимися следующих задач. Давайте посмотрим, каких. Конечно же, если мы говорим непосредственно к подготовке к ОГИ-чтению, это необходимо выработать стратегию выполнения заданий. То есть, именно как вы их будете выполнять, сколько времени на это примерно затрачивается. Тут у каждого немножко свои пути. Тренировать навык выполнения типовых заданий. Если говорить про, например, говорение, то там, конечно же, не только важен навык выполнения непосредственных заданий, но и, в принципе, развитие коммуникативных навыков и навыков говорения. Здесь же очень важно, все специалисты обычно сходятся во мнении, что нужно именно тренировать навык выполнения типовых заданий, для того, чтобы ребята привыкли к формату, для того, чтобы у них не возникало трудностей, и они не уходили в другие дебри и далее. Уметь понимать общее содержание текста и ориентироваться в тексте. Это тоже очень важный момент, поскольку большая часть заданий, точнее, оба задания на итоговой аттестации не требуют чтения с полным пониманием текста и вообще прочтения всего текста. Владите различными навыками чтения, просмотровым, изучающим и так далее, о них мы сегодня тоже подробно поговорим. Итак, какие же задания у нас в ОГЭ присутствуют? Давайте еще раз посмотрим. Чтение – это раздел ОГЭ, в котором представлены ряд небольших текстов, объемом в один абзац, каждый и даны соответствующие заголовки. Необходимо распределить заголовки по текстам. Как правило, один заголовок бывает лишним. Это первое задание. Еще одним из заданий на чтение является текст с вопросами и несколькими утверждениями. Ученику необходимо прочесть и понять текст, потом определить веро или утверждение. True, или они ложные, false, или же они не имеют вообще отношения к тексту. Обычно с этим заданием бывают некоторые трудности. Сегодня о них мы тоже подробно поговорим. Итак, первое задание. Например, хочу вам показать из новой книги «ОГЭ английский язык чтения. Тренировочные тесты» автора Анны Николаевны Кащеевой. Это один из разработчиков FIPI. Именно непосредственно задание на чтение. Итак, вот пример первого задания теста четвертого. Необходимо прочитать тексты и установить, какой заголовок к какому тексту относится, и вычислить, какой же из заголовков будет лишним. И второе задание, где необходимо выяснить, что является верным, что неверным, а чего нет в тексте. И вот с этим заданием есть такая особенность. Очень часто ученики у нас дают информацию как true, когда какая-то информация им лично известна, но этой информации на самом деле нет в тексте. То есть они свои знания перекладывают на информацию, которая заложена в тексте. Вот с этим, конечно же, бывают часто проблемы. Так, Вера Шелько спрашивает, а как же насчет чтения вслух? Чтение вслух входит в раздел «Говорение» у нас, и там проверяется в основном, как мы знаем, фонетика. Но об этом мы тоже немножко сегодня поговорим, так что не переживайте. Так, проблема чтения текста, как пишет Слава Анисимовна, техники чтения, дети спешат, не видят логических связей, словосочетаний, все слова делают ударными, беда. Да, с этим есть тоже проблема, но об этом мы тоже пару слов сегодня скажем. Там это немножко разница с тем, о чем мы сегодня говорим, именно с разделом «Чтение» в ОГЭ. На самом деле, конечно же, все эти градации, они достаточно условны, потому что и уметь читать правильно и хорошо тоже необходимо. Итак, что необходимо? Нередко дети не видят разницы в содержании похожих текстов и неверно выбирают заголовки. Да, и такая тоже проблема и есть. Сегодня поговорим о том, как с этим всем справиться. Итак, что же необходимо? Мы с ним представим пирамиду, в которой самым большим и объемным пластом будет, конечно же, коммуникативная компетенция, потому что без нее вообще очень сложно выполнить какой-либо из экзаменационных заданий. Во вторую очередь, но не менее важную, но все-таки уже менее большим пластом будет стратегия выполнения заданий. Вообще стратегия всегда очень важна. И, конечно же, о владении форматом экзамена. Это будет наименьшая часть, но тоже немаловажная. Итак, правила заполнения бланков. Давайте посмотрим на них. Если мы уже говорили про формат, я как человек, который сидел на ряде экзаменов, ну, по учителя английского языка, на письменную часть английский язык не пускают. Но, тем не менее, по математике, русскому языку, ОГЭ и ЕГЭ. Очень важно все-таки научить заполнять бланки и потренироваться этому, как ни странно, во время подготовки. Почему? Ну, например, один ученик 11 класса на моих глазах неправильно заполнил имя в бланке ЕГЭ. Почему он это сделал? Да просто переволновался. Причем я его спросил, молодой человек, вы уверены, что вы правильно написали свое имя? Он говорит, да. Я говорю, сравните, пожалуйста, с паспортом. Вот. И после этого молодой человек через какое-то время сказал, а что же мне теперь делать? Смотрите, и, ну, соответственно, пришлось уже думать, как ему поступить в этой ситуации. Очень часто хотят поставить в одно поле правильный ответ, ставят в другой. Пропускают ответы просто и считают, что они их уже заполнили. И все это идет от именно переживаний, поэтому попробовать повыполнять эти задания на бланках для того, чтобы привыкнуть к их заполнению. Итак, что же, как пишут, категорически запрещается делать в бланках? Делать в полях бланков, не полей бланков, или в полях заполненных какие-либо заметки. Тоже очень важный момент, поскольку наши учащиеся современные учили бы делать какие-то пометки, рисовать в своих тетрадях, и могут просто по привычке это сделать. Но тут этого делать категорически нельзя. Значит, делать каким-либо типографским способом записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков. Тоже такое редко, но бывает, но это больше уже относится к нам с вами. Может быть, кто-то случайно поставит штамп на бланк. Используют для заполнения бланков цветные ручки вместо черной. Очень часто, например, в Москве просто раздают изначально на каждый экзамен черные ручки, никакие другие в руки не дают. Но, тем не менее, стоит быть предусмотрительным, мало ли, может, черная ручка не будет писать, а у него в пиджаке или в сумочке не дают, или в кофточке окажется, или у нее синяя ручка. Использовать карандаш даже черновых записей на бланках средства для исправления. Исправление. Это то, чем мы пользуемся в школе, нам нравится, когда ученики очень аккуратны. Здесь лучше этого не использовать, даже категорически запрещается. Лучше зачеркнуть в черновике и что-то поправить. Значит, исправление внесенной в бланки информации, замазкой и другим. Тоже ни в коем случае нельзя. Для этого есть раздел «Бланк», на котором мы посмотрим, где можно исправить свои варианты ответов. Итак, как же заменять ошибочные ответы? В нижней части бланка приведены поля для замены ошибочных ответов на задание с кратким ответом. Для исправления ошибочного ответа необходимо вписать номер задания, ответ на который будет изменен. Затем исправленный ответ, вписывая каждый символ в отдельное поле. И пример у нас данный ниже. То есть мы пишем, какое задание мы исправляем, и какой будет, соответственно, правильный ответ. Как видите, стараемся писать печатными буквами для того, чтобы это было разборчиво. И об этом тоже имеет смысл поговорить с учениками. У меня занимаются двое детей с незастатками зрения, астигматизм. И попадание в клеточки и строчки для них исключительно утомительное занятие. Врачи не разрешают перегружать их такими тренировками, и уже сейчас, в шестом и седьмом классе, они с ужасом думают о таких экзаменах. У них уже на этой почве уже заметно возникновение комплекса. Это плохо. Да, конечно же, плохо. У меня самого есть легкий астигматизм. Иногда, когда еду за рулем, знаки немножко сдвигаются друг по отношению к другу. Но на самом деле, вы знаете, можно предложить им такой способ. Это ставить палец свободной руки под клеточкой. И, соответственно, ориентироваться уже по пальцу. Либо, не помню, честно говоря, но обычно, по-моему, на экзамене разрешают брать линейку, пользоваться для этого линейкой. Да, Жансай Тулебаева пишет. Мне кажется, это формальность и запреты мешают детям сосредоточиться. На самом деле, как и любой стандартизированный экзамен, он обладает формальностями. Тут уже зависит от тех, кто сидит в классе, то есть от экзаменаторов, как они построят свою работу. Лично я строил работу так, что в последний год, когда я сидел на математике, очень быстро ребята сдавали математику. Сдавали бланки просто моментально. Начинаешь смотреть, пока он собирается. Там половины ответов нету, очень сложный попался вариант. Ну, отправляли их в уборную. После этого предлагали вернуться, отдышаться и снова продолжить экзамен. Так, а продумать бланки для слабовидящих имеет смысл, да, конечно же. Но это вопрос к Министерству образования, к ФИПИ. Я думаю, что они думают над этим. Итак, давайте теперь уже снова вернемся больше к методике от формальностей. Хотя, конечно же, формальности с одной стороны пугают, с другой стороны вносят свои корректировки и сложности. Но будем надеяться, что нашим с вами ученикам попадутся хорошие экзаменаторы, которые постараются не напрягать обстановку и помочь им сосредоточиться на самом экзамене. Да, это очень много времени знает, пишет Слава Нислинка. Количество ошибок растет заметно из-за перенапряжения, они просто не успевают выполнить задание, не только по-английскому. Но, с другой стороны, вы знаете, когда они бесконечно сдают в цитрадях нам с вами очень грязные тексты, очень грязно написаны ответы, это делает перенапряжение нам, и нужно их учить, потому что нужно выполнять аккуратно свою, издавать аккуратно свою работу. У меня был ученик, который категорически не делал пробелов вообще ни в одном предложении. То есть он пробел делал только после точки. Ну и как? И мне с этим мириться нужно было из-за того, что его это перенапрягает? Нет, конечно же. Стоит учить к тому, чтобы понять свою работу аккуратно. За время работы в школе у меня на одну единицу упало зрение, потому что просто пишет очень неаккуратными почерками, неразборчивыми в первую очередь почерками. Ничего, постепенно с этим тоже можно бороться и достигать очень высоких результатов. Итак, и опять-таки ОГЭ – это еще один повод к тому, чтобы поговорить о том, что давайте писать четко и разборчиво, это вам пригодится на экзамене, потому что у нас дети сейчас стали прагматикой, им нужно понимать, зачем это им надо. Итак, кодификатор чтения. Давайте посмотрим на такие основные положения, которые у него заложены. Что необходимо? Читать аутентичные тексты различных стилей, публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, с использованием различных стратегий, видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. Использовать ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикации научно-познавательного характера, отрывков из произведений, художественной литературы. Использовать просматривающее поисковое чтение с целью извлечения необходимой запрашиваемой информации из текста, статьи или проспекта. Использовать изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикации, научно-познавательного характера, отрывков из произведений, художественной литературы. Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. Вот это на самом деле один из самых важных пунктов, и тот, который чаще всего и проверяется. Определять свое отношение к прочитанному. То есть это то задание, которое может возникнуть всегда у нас в ОГЭ. Определять временные причины следственной взаимосвязи событий, прогнозировать развитие, результаты излагаемых фактов, событий, обобщать описываемые факты и явления, определять замысел автора, оценивать важность новизной информации, понимать смысл прочитанного текста. Все это все то, к чему, конечно же, мы должны тоже готовить и быть готовыми к тому, что экзамен будет проверять непосредственно эти знания тоже. Итак, давайте посмотрим, какие виды чтения бывают. На самом деле классификаций очень много, и буду рад, если вы напишите по различным классификациям те виды чтения, которые вы также знаете. Возьму достаточно распространенную одну из классификаций, которая выделяет просмотровое чтение, предполагает получение общего представления о читаемом материале, и у цели является получение самого общего представления о теме и круге вопросов, осматриваемых в тексте. То есть, просмотровым чтением можно совершенно спокойно добиться того, чтобы понять, какие заголовки к каким текстам относятся. Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при котором предметом внимания читающего становится все речевое произведение. Книга, статья, рассказ, без установки на получение определенной информации. Тоже еще один вид чтения, который поможет нам при подготовке к экзаменам. Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей содержательности в тексте информации и критическое ее осмысление. Очень часто его используют при выполнении заданий на true, false, not stated. На самом деле, если выполнить его изучающим чтением, то потратится очень много времени. Скорее стоит прибегнуть к другим видам чтения. Поисковое чтение ориентировано на чтение газеты и литературы по специальности. Его цель – быстрое нахожение текста в вполне определенных данных фактах, характеристик, цифровых показателей и так далее. Вот, собственно говоря, на true, false, not stated скорее подойдет поисковое чтение. Если вы знаете еще какие-то виды чтения, с удовольствием их зачитаю, потому что классификаций очень много и абсолютно единый, собственно говоря, и нет. Итак, как же готовить к экзамену, как нам помогают учебники и учебные пособия? Давайте посмотрим на пример из книги happyenglish.ru для 9 класса. Замечательный раздел «Exam know-how», где, собственно говоря, есть такие страницы, на которых описано, как же выполнять экзаменационные задания. Кому не видно, можно нажать на плюсик, сейчас я его покажу стрелочкой. У себя на экране под презентацией, вот, только если стрелочка будет смотреть вниз, то она ровно попадает на плюсик с лупой. И тогда у вас увеличится картинка, и все будет удобно. Итак, что же предлагается? При работе с текстами обычно предлагается выполнить следующие типы заданий. Установить соответствие приведенных утверждений, прочитанных тексту. true, false, not stated. Выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов, multiple choice. Заполнить прописки. Установить соответствие между частями и заголовками, вопросами, утверждениями и так далее. Установить логическую последовательность и расположить части текста в правильном порядке. А как же выполнять задания true, false, not stated? Давайте посмотрим, что же нам предлагают авторы Мариана Юлина и Клара Сакна Калфа. Необходимо убедиться в том, что вам полностью понятен смысл утверждений, прежде чем вы начнете читать. Не смысл текста, а смысл именно утверждений. Продолжение следует... Как и говорят сами авторы, как и говорят разработчики, нам необходимо именно найти нужную информацию. Нужно учить еще также учеников тому, что могут быть демотиваторы, которые будут сбивать экзаменуемых с верного пути. Может быть такое, что в true, false, not stated утверждение будет использоваться синоним слова, или дефиниция того слова, которое заложено в тексте, и наоборот. То есть к этому всему, конечно же, необходимо готовить, и я думаю, что вот такие развороты тоже нам с вами помогут. Так, вот пишут, что слабовидящим увеличивают количество времени на экзамен. Вот, пожалуйста, тоже хороший вариант. Так, что еще у нас... Так, это чуть прокрупнее я на самом деле сделал, но немножко завал, но вот как мы видим, потом можно будет с презентацией взять. Все это очень удобно и легко в использовании. Итак, какая же система упражнений у нас вырисовывается для подготовки к экзаменам? Итак, подготовительные до предъявления текста на понимание во время чтения, речевые после чтения с выходом на пересказ и обсуждение. Совершенствование техники чтения, скорости чтения, восприятия и понимание заключенной в нем информации. Это, опять-таки, как мы с вами говорили, к чтению текстов еще относится, потому что у нас все очень взаимосвязано, и коммуникативная компетенция не может базироваться на каких-то определенных частях речи и на определенных видах речевой деятельности. Игнорирование незнакомых слов и на языковую догадку. Очень важно, чтобы учащиеся, когда видят в тексте ряд незнакомых слов, не обращали на них внимания, а использовали догадку, либо вообще пропускали эти слова и искали то, что им, собственно говоря, необходимо. Так, отвечу на вопрос Марии. Да, завтра можно будет скачать эту презентацию на englishstitchers.ru без каких-либо проблем. Структурирование текста, разделение его на смысловые части. А это, опять-таки, поможет работать с абзацами и с составлением к ним заголовков. Струкли, чтение с карандашом в руке, когда мы с вами выделяем самые необходимые и важные элементы в тексте. Кстати, этот метод используется, например, в метапредметном портфеле для четвертого класса. Об этом задании очень подробно говорила Алена Евгеньевна, как автор. Редуцирование текста с выделением ключевых слов. То есть, когда мы голосом выделяем именно те слова, которые являются самыми важными. Прогнозирование событий по первому абзацу к ключевым словам, когда нам предлагают догадаться, что же будет дальше. Тоже очень важный момент. Уметь видеть и владеть перефразами, синонимами, антонимами, дефинициями, лексической сочетаемостью. И, конечно же, важен самоконтроль и самокорректировка. Умение проверить себя. Что тоже очень часто не хватает, особенно в девятом классе, нашим ученикам. Итак, в happyenglish.ru много заданий для того, чтобы подготовить к разделу чтения в ОГЭ. И, например, дается еще дополнительные рекомендации и задания такого характера. Так, сейчас. Давайте увеличим слайд. Значит, нам нужно выделить в инструкции для чтения и сопоставить их с заголовками. Итак, что же предлагается? А на самом деле здесь даются очень точные инструкции того, как нужно выполнять те или иные задания. Итак, прочитайте название текста или все названия глав. Прочитайте первое предложение или абзац. Прочитайте первое предложение каждого второго абзаца. Постарайтесь извлечь информацию из рисунков, графиков или диаграмм. Обратите внимание на выделенные или подчеркнутые слова. Прочитайте последние, несколько предложений или последний абзац. И так далее. И нам нужно определить, какие инструкции подходят к To understand every little detail. To understand for main points. To find specific information. Да, так и формируем навыки универсальных учебных действий. То есть, когда мы сами вводим какие-то инструкции для себя. Вот такой способ он тоже заложен в замечательный курс happyenglish.ru. Еще один замечательный пример, где нужно прочитать историю о коммуникации и ответить на вопросы. Это задание 4, а задание 5 по этому тексту как раз экзаменационное на true, false и not stated. А даются утверждения, нам нужно сказать, что есть true, какая информация является false и какая not stated. А еще одно интересное задание, которое помогает нам разобраться в жанровом разнообразии. И, собственно говоря, понять, какое определение, к какому жанру подходит. Это задание 3, вот оно перед вами, тоже можно использовать, потому что в жанрах, конечно же, необходимо разбираться нашим учащимся как при чтении вслух текста, так и при выполнении заданий на чтение в разделе чтения ОГЭ. В Meemilium English для 9 класса тоже есть много упражнений в 9, вот одно из них. В данном случае нужно проверить свои успехи и выполнить задание, где сначала необходимо прочитать тексты, к которым расположены, и распределить диаграммы к разным частям текста. Это как раз будет своего рода подбор заголовков. И затем во втором задании, вне, в задании 1b, нужно понять, что является верным утверждением, что неверным в тексте, что тоже является формой подготовки к экзаменам. В happyenglish.org для 9 класса есть замечательное задание, где нужно распределить маленькие тексты, по сути, по одному абзацу, чтобы понять, какое блюдо готовится именно по этой инструкции. Это будет подготовка к первому заданию, где нужно расставить заголовки. Так, я думаю, коллеги сейчас подскажут. А, вот, презентация, ссылка на видеозапись будет выложена завтра здесь. Это как раз ответ на вопрос Ольги. Подскажите, где можно посмотреть презентацию Козеичью за 15 апрель. Вот, Ольга пишет, отличное упражнение, смысловое чтение. Однако, очень часто наши учащицы не умеют работать с текстом в таком ключе, даже на русском языке. Ну, на самом деле, это наша задача с вами, их научить работать с текстом именно как раз в этом ключе, для того, чтобы у них не было никаких проблем. Например, могу сказать, что когда я поступал в аспирантуру, не очень хорошо себя чувствовал в тот день, и мне нужно было сделать свободный перевод статьи из газеты на русском, с английского на русский язык. И очень сильно помогло то, что я просто сориентировался по тому, что заложено в текст, в принципе, догадывался, о чем идет речь и о чем тема, и дал очень такой вольный и свободный перевод, который, собственно говоря, и устроил экзаменаторов. Потому что, не помню, что за газета была, но формулировки там были достаточно сложные, а головная боль никак не давала мне на этом деле сконцентрироваться. Но умение просто сориентировавшись, собственно говоря, сделать вольный пересказ помогло. Поэтому и тут я тоже советую учить различным стратегиям чтения для того, чтобы учащиеся меньше тратили время, потому что на чтение у нас закладывается 30 минут. На самом деле, при гранатном построении работы 15 минут должно хватить за глаза для выполнения данного задания, данных двух даже заданий. Так, заодно опять уточняем семейные связи. Кто там теща, кто там зять. Тут много путаницы детей. Тут не только у детей путаницы, уж, поверьте, Светлана Миссина, многие взрослые не могут разобраться в этих сложных связях. Итак, тоже еще одно интересное задание, где нужно выяснить, какой абзац относится к какому элементу на картинках, тоже хорошо помогает подготовить к распределению по абзацам. Такое задание в интересной форме поможет подготовить к экзаменам. Итак, давайте посмотрим на типичные ошибки, которые наши учащиеся допускают при выполнении этих заданий. Итак, невнимательное чтение задания. Это самая популярная ошибка, которая приводит к плохим результатам. Неверный подбор ключевых слов часто из-за неумения определить причины следственной связи. То есть нам очень важно, чтобы они их все-таки правильно определяли. Неверный подбор синонимичных слов и выражений. Пропуск информации, которая может служить ответом на вопрос, часто из-за ожидания последовательного поступления информации. То есть когда им кажется, что нашли ответ на какое-то из утверждений, а затем следующий должен идти сразу следом за ним. Нет, так не всегда бывает. Смешивание ответов false и not stated. Это, как я говорил, когда они выдают желаемое за действительное. То есть в тексте говорится, что корова бывает только черно-белыми, а ученик знает, что корова еще бывает коричневыми. И, соответственно, пишет, что либо это false, либо что это not stated. Хотя на самом деле в тексте этого не было. И его дополнительная информация, знание дополнительной информации ученикам тут не проверяется. Неумение разделить главную второстепенную информацию. Тоже очень важно. Для этого нужно умение, как говорится, работы с карандашом, где мы выделяем какие-то самые главные мысли в каждом абзаце. Для этого очень хорошо помогают умения читать первые и последние предложения, поскольку большая часть иностранных текстов закладывают основную мысль в начало и в конец абзаца и в принципе всего текста. Попытка прогнозированного ответа выдавать без оснований за правильный ответ, как мы уже говорили. Ошибки в записях, ответов в примерных бланках. О них мы тоже поговорили, обсудили. Я думаю, что если потренироваться, никаких проблем не будет. Да, всегда невнимательно читают задания, пишет Слава Миссимовна. Не всегда их восприятие текста дает прямой ответ на вопрос по тексту. Дети понимают по своему содержанию. Да, а тут, конечно, нужно провести некий педантизм и все-таки смотреть, что же написано в тексте и как оно заложено в тексте. А не пытаться пойти путем, автор хотел сказать. Итак, какие же есть пути решения? Учить внимательно читать задания. Учить пользоваться памяткой, обращать внимание на последовательность действий и специфику каждого задания. Выработать, собственно говоря, последовательность этих действий. Учитывать жанры и типы текстов, которые необходимо отрабатывать с учениками. Учить в соответствии с заданиями, не переводить каждое слово, обращать внимание на контекст. Для понимания темы текста учить обращать внимание на первые и последние абзацы. Помнить, что искомая информация может быть выражена синонимичными выражениями, а не абсолютно подобным словосочетанием в утверждении или заголовке. Обращать внимание на средства логической связи. Следить за временем выполнения заданий. Это тоже очень важный момент. Для формирования навыка использовать систему упражнений. В этом плане очень важно при тренировке этих заданий делать их на время, хотя бы не с первого раза на потом, для того, чтобы потренировать, чтобы у нашего учащегося заработали внутренние, природные, биологические часы, чтобы он чувствовал, насколько длительное время он выполняет это задание. И давайте еще посмотрим инструкции, какие даются у нас в экзамене ОГЭ. Эти инструкции заложены у нас и в ОГЭ чтение и тренировочные тесты. Что же нам необходимо? При выполнении тренировочных тестов рекомендуется придерживаться реального времени на прочтение текстов и записи ответов. Первое задание на чтение соответствует заданию 9 из реального экзамена. Второе задание на чтение в книге ОГЭ на тренировочные тесты. Задание 10.17 в тексте пособия даны соответствующие нумерации. В задании 9 вам потребуется прочитать 7 небольших текстов и установить соответствующие между ними и их заголовками. Ответы к заданию 9 записываются в виде последовательных цифр и поля ответа в тексте работы. Рекомендуемое время на выполнение задания 15 минут. На второе задание также дается 15 минут. Нужно прочитать тексты и определить, какие утверждения верны, какие нет, а про какие нет информации в тексте. Опять-таки, на это отводится 15 минут, то есть в общей сложности на эту часть экзамена отводится 30 минут. Конечно же, нужно потренироваться, чтобы укладываться в это время. Какие же у нас, собственно, задания заложены? Вот первое задание. Это распределение заголовков к абзацам. Один абзац у нас будет лишним. Вот, собственно говоря, такое задание нужно выполнить. В ВГ-тренировочных тестах чтения есть 15 таких заданий, соответственно, 15 тестов на чтение. И поэтому можно очень хорошо потренить тексты. Интересно, есть над чем поработать. А второе задание, где нужно определить, что верно, что неверно, а чего нет в тексте. В данном случае мы с вами видим текст по Джейн Остин, очень интересный. И как раз для многих будет информация известная, либо известная им по другим источникам. И очень важно, как раз на примере такого текста, получить их тому, что нужно использовать только ту информацию, которая есть непосредственно в данном тексте. Что еще очень важно, некоторые учителя, не знаю, вы пробуете или нет, напишите, если да, использовать свои, собственно говоря, тексты не совсем это верно, поскольку они могут закладывать не ту грамматику, лексику, которая заложена у нас и проверяется в экзамене. И, по сути, могут быть невалидными, потому что те тексты, те задания, которые есть в демо-версии, как вот пишет только, они уже все заезжены. Но, тем не менее, те задания, которые есть в ОГ, чтении, тренировочные тесты, они все проверены, отрецензированы и соответствуют непосредственно тому, что будет проверяться на экзамене. А вот, как мы видим, да, было, наверное, пораньше включить, замечательное несколько абзацев про то, как же жила Джей Носин и что ее привело к писательству. Поэтому всем советую эту книгу, как еще один шанс за последние дни, за последний месяц подготовиться к экзамену. Итак, подводя итог нашей сегодняшней встречи, используйте только валидные задания для подготовки. Учебник, дополнительные пособия. Мы с вами увидели, что и в дополнительных пособиях в учебнике очень много заданий, подходящих для подготовки. Банк бесплатных заданий в EP, если вы его еще и не использовали. Учите стратегиям разных типов чтения. Учите внимательно читать задания, это очень важный момент. А вот пишется, хороший текст, понятно, написанный. Приятно отметить, что тексты в учебниках совпадают по тренингам содержания МОГ. Конечно же, оно все взаимосвязано, поэтому обязательно должны совпадать. Итак, хочется познакомить вас еще сегодня с новинками, прежде чем дать код на сертификат и промо-код для того, чтобы приобрести со скидкой книги. Это система подготовки к итоговой аттестации, к контролю работы в четвертом классе, которая составлена с учетом того, что будет проверяться на ОГ и ЕГЭ. Авторы Клара Сакона-Кауфман и Бриана Ювина-Кауфман советуют приобрести книга, очень интересная и полезная. Помогает провести, например, входной контроль в пятом классе, коль у нас уже конец года. ОГЭ – английский язык устная честь. Сегодня мы дадим им ее промо-код. Аудио-приложение... Ой, не на эту книгу, нет. А, и на эту книгу тоже, да. Значит, к этой книге есть аудио-приложение, которое можно скачать с сайта бесплатно, по промо-коду или по ссылке. Система подготовки итоговой аттестации ЕГЭ – английский язык устная часть, тоже с бесплатным аудио-приложением по ссылке или QR-коду. Система подготовки итоговой аттестации Олимпиады по английскому языку для 9-11 классов. Кстати, эта книга тоже очень хорошо помогает готовить как устные, так и письменные части ОГЭ и ЕГЭ. Там много интересных заданий, которые являются форматами данных экзаменов. И уже в продаже метапредметный портфель ученика 4-го класса. Очень долгожданная новинка, уникальная книга, аналогов которой нет пока что ни у кого. Страницы британской истории в новой редакции переработаны. Теперь все задания на английском языке. Часть информации обновлена, поэтому советую приобрести. И, как я говорил, итоговая контрольная работа, который вообще не нуждается для 4-го класса в дополнительной рекламе, поскольку является палочкой-выручалочкой для тех, кто преподает 4-5 классов. И готовиться к выпуску ждем буквально в конце этого месяца, в начале следующего. Шесть новых книг. Клара Сакон-Калфман, Мариана Юрьевна Калфман. Различные истории, распределенные по классам, для различных классов. И песни и поэмы для младших школьников и для школьников средних. Которые тоже можно использовать в своей работе. Очень скоро эти книги появятся в продаже. 21 апреля Клара Сакон-Калфман будет давать вебинар, в котором он расскажет и про эти книги тоже. Так, и все это можно приобрести у нас в интернет-магазине издательство-титул, который работает 2-4 часа в сутки. Здесь всегда получается намного дешевле. Итак, какой же у нас сегодня промокод? Вы сегодня можете... Так, единственное, что, к сожалению, я не поправил. Итак, вы можете сегодня приобретить с 10-ти процентной скидкой пособие по УГЭ. Это ОГЭ Анны Николаевны Кащеевой, который я вам сегодня показал, и устную часть ОГЭ Миллорода. Для этого вам нужно прислать промокод в теме письма указать ОГЭ для 9-го класса. Указать в теме письма промокод. Написать его на shopsobakatitle.ru Написать, какие книги вы хотите приобрести. Это либо Миллород устная часть, либо Кащеева ОГЭ чтение. И все это прислать до 20 апреля 0000 по московскому времени. Если вы хотите еще заказать какие-то другие книги, то напишите их просто отдельными названиями в своем письме. Итак, книги сегодня только ОГЭ. Правильно? Да, правильно. Сегодня по промокоду вы можете приобрести ОГЭ для 9-го класса, ОГЭ Кащеевой и Миллорода. Я, к сожалению, не поправил предыдущий слайд. Прошу меня извините. Итак, на этом у меня все. Если есть вопросы, то давайте я с удовольствием на них отвечу. Я вам пока что дам код для сертификата. А потом верну слайд с промокодом. Так, я не так давно переехал, спрашивает Марина. Скажите, пожалуйста, учебники по английскому языку. Так, тут дело не в том, что вы переехали, вы перешли в какую-то другую школу. Школа не может выдвигать никаких требований. Если есть книги нашего издательства в наличии в школе, то вы можете их использовать совершенно спокойно еще до 2017 года. Там будет новый перечень, я думаю, что мы в него войдем. Все для этого делается. А, да, вебинар будет, вот правильно Алена Евгеньевна меня поправляет, 22 апреля Клара Сакона-Калфан будет, собственно говоря, для вас проводить очень интересный вебинар, на котором расскажет про все новинки. 22 апреля можно зарегистрироваться на englishseachers.ru. Будем рады вас видеть, Клара Сакона, в первую очередь. Так, спасибо вам большое, раз вопросов больше нет. А, есть вопрос, как записаться на 22 апреля. Зайдите, пожалуйста, на englishseachers.ru, откройте вкладку вебинары, регистрация на вебинары, и там уже в форме регистрации, конечно же, это, собственно говоря, вкладка уже появилась, и можно на 22 апреля записываться. Итак, спасибо большое, всего доброго, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok